Добро пожаловать на наш семейный канал. Наша дружная семья из Сибири. Живем мы в городе Ханты-Мансийске и снимаем самые жизненные и честные влоги. Этот канал полностью посвящен нашей жизни и значимым ее событиям. Путешествиям, развлечениям, работе и, конечно же, отдыху. Все это и многое другое вы можете увидеть на нашем канале Вика Сиберия Life Vlog. Присоединяйтесь! И мы с радостью желаем вам хорошего настроения и приятных просмотров. Ссылочка на наш канал будет внизу в описании. Ждем вас! Ребята, всем привет! У нас сегодня такой пасмурно-временами дождливый и ветреный день. Мы сегодня с Пашей едем на мой сварочный заказ тут рядом в соседнее село. Но заказ серьезный на целый день. Очень много работы болгаркой, шлифовочных работ, сварочных, много работы полуавтоматом и электродом. Много резки и газорезка. В общем, целый день мы будем заняты. Я даже попросил своего друга помочь. То есть, как бы, я заплачу человеку за помощь, потому что работать болгаркой у меня кисти болят очень сильно. Я долго не могу. А тут целый день придется работать. То есть, я, как бы, плачу человеку своей зарплаты. Ну, и Паша вызвался, говорит, папа, можно я с тобой тоже на заработки? Ну, говорю, хорошо, но есть для тебя тоже условия. Ты же как работник едешь, да, вот, хорошо поработаешь. Целый день будешь работать, сделаешь весь объем работы, получишь 500 рублей. Заработал. Тут такие вот цены. Плохо будешь работать, половину работы сделаешь, получишь 250 рублей. Как в жизни, правильно? И вот мы с Пашуней собрались. Готов на работу? Едем на работу. Готов на работу? Будешь хорошо работать? Ну, молодец. Я тут все собрал. Мы еще сейчас за человеком заедем. Все у меня собрано. Тяги, электроды, аптечки обязательно. В общем, все-все-все собрал, а там газовые баллоны. Газовые баллоны с газорезом, кислород, пропан. В общем, одеваюсь, я допиваю чай, и мы уже едем. Ну что, мы приехали уже. Особо много я снимать не буду, потому что работы много. Это как бы, ну и людей не смущать. И все так, отдельные какие-то. Покажу отрывки нашей работы. Да, 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 аккуратно. Молодец! Пока там помощник болгаркой занимается, и именно на болгарку сбрал человека. Да, да, красотойка, привет! Попросили Пашу побыть с ребенком. Говорю, это тоже в работу считается. Ну, гуляйте пока. Что? Пообедали? Да, да, едемте. Все пообедали, но мы едем. Я уже дожевываю. Молодцы, ребята, молодцы! Чем занимаешься? Пишу сочинение по обществу знания. Ммм... Сочинение? Молодец! А это что у тебя тут? Моя! Две! Две! У нас курочка на неделю. А как-то на то неделю у меня токсикоз не было сил готовить. Одну нам продали, мы заморозили. Вот это вторую Боря принес. Говорю, да что ж такое? Это домашняя курица. Токсикоз. Это что, значит, что мы без курицы будем? Говорю, нет, пока сегодня мне полегче. Быстренько достала, разморозила. Это у меня суп-наборы. Четыре штуки с двух куриц. Ну, это на раз поесть. Если я суп на два раз готовлю, понятно, возьму два суп-набора. Вот эту вот грудку, вот эту, в домашней курочке грудка очень маленькая на самом деле. Видите? Она очень маленькая, здесь очень мало мяса, но оно есть. Это мне на салаты. Мясо, грудка. Да, на салаты. И вот я две, ну, отдельно заморозила. Надо мне на салате кусочек раз, взяла, отварила, на вкус и бульон. Грудка на салат. И вот это запечь, конечно же, на один раз. Двух курочек. Красота. Как раз восемь штучек. Покушать всем. Вкусняшки, короче. Это вот картошечки. Ну, просто запечь. Тоже отвариваю домашнюю курицу, а потом запекаю. Только так. Да, Борис. Потому что по-другому вообще никак не получится. Она жесткая. Ну, короче, домашнюю курочку стали нам стабильно. Спасибо, конечно, вот этому мужчину. Стабильно нам продают по курочке в неделю. Так что шикуем, ребята, курицей. Шикуем. Мы сколько лет, мы не могли, да, найти курицу, чтобы нам вот так уж... Все, страдали, страдали, потому что мы в магазин его стараемся не есть. А теперь есть. А теперь вот курочка, да. Понятно. А она разъедает или как? А если бы она не стегнет бумагой, ее возьми? Пожелтеет. А если на кожу? Печь будет. Понятно. Что это вы паяете здесь, мальчики? Что мы паяем, девочки? Да. Правда. Вообще-то вас не только девочки смотрят. Правда. Мы паяем... Правда. Блок питания? Блок питания. Ммм. Сейчас мы наблюдаем с вами метафорфическое явление. Тема строит курочку-рябу. Сейчас Тема оденется, и мы покажем его. Наша курочка-ряба выходит на охоту. Она одевает пёрышки. Она выходит на охоту. А-а-а! Помогите! Она бежит за мной. Эта курочка-ряба. Смотрите. Наша цыпа снимает с себя кожу. Давай пёрышки. Пёрышки. Она сняла пёрышки. И... Мы расчищаем площадку для бассейна на лето. Носим дрова. Ой, носим вот этот вот обзор, доски со сцены. Будем сейчас завитать, мыть её. А завтра уже будем ставить бассейн. По крайней мере, я считаю, что это будет здорово. У нас тут работа. Мы с папой отдыхаем. Уже тут вот кучу досок принесли, наложили. И теперь сидим, отдыхаем. Я тут как в бане течёт всё. У меня тоже я вообще потный. Да, сегодня вечером на душ пойдём. Да, согласен. Папа у нас перекладки пилит. Всё, Паш? Ты у нас, как я вижу, перекладки пилишь? Да. Всё, как раз нам хватит. Понятно. Тогда пошли работать дальше. Пойдём, пойдём. Чем занимается? Что строим? Таран. Таран, вот я дорогу испытаний поставил для него. Таран? Да. Паша делает таран. А ты что построил? Дорогу испытаний. А ну-ка. Это для тарана будет? Да. Эй. Всё, разкопите. Я тебя понял. Ну, в общем, у нас в воскресенье кто чем занимается. Анюта семечки поглощает ведрами. Да, ведь это и феррис. Мультик смотрит. Мультик фильм смотрит. А я грядки поливаю и тарана собираю. Да, Пашуня грядки поливает. А я грядки собираю и тарана собираю. Да, нельзя. Нужно туда что-то подложить. Не, не надо. Вот я прямо в видео вижу. Оно аж прогибается. Лопнет. И тебе, да, лопнет. И потом не будет у тебя запчасти. Так что подложи туда что-то. Пару спичечных коробков. Положи под низ. И всё будет отлично. Пока. У нас бассейн. Уже давно. Три дня. Уже нормально так прав. Галерялся. Мы купаемся. И всем нам хорошо. Хай. А ты, папа, у нас тут что делаешь? Они в бассейне купаются, а ты? Я что делаю? Да. Ремонтирую багажник. А он что-ли, сломался? Да, тут вот трещины появились на ножках. Видишь? А, вижу. На одних больше, на одних меньше. Передняя вообще отломалась. Из-за того, что он постоянно... Туда-чего двигается? Да, я буду ставить вот такие вот эти. Упорчики. Как раз тут замерял, когда он был на машине. Вот так они отлично будут стоять и не будут мешать. Соответственно, вот эти косыночки будут очень хорошо стоять. Ну вот я уже их нарезал. Сейчас буду обваривать, там покрашу. Со временем поставим. Через пару дней. Понятно. Пришло время столбики ставить. Сейчас мы их в ямы вот эти и поставим. Ямы большие, мощные. Трактор. Трактор. Да. Большой мальчик. Трактор. Трактор. Трактор? Да. Ну да, трактор. Большой, да? Варя, скажи, большой? Нет, он большой. Трактор. Что? Да. Так, да, колесико маленькое. Вот это вот большой-большой колесик, да? Вот, смотри, они там ставят столбик. Трактор. Вот это тоже поставили, да? Вот это вот штаб. Выставили мы столбы. Как по вер... Не то, что по веревочке. Веревка-то натянута. Но просто стреляешь по одному. И все четыре как... Как один стоит. Класс. Столбы. Такие, как я. По размеру. Семьсот килограмм примерно один. Или поставили. Так, а разве они не выше тебя? Они-то выше меня. Я веду по... Это, у меня два штуки надо, чтобы... Раз половинка и два половинка. Побьем. Все. Я его усадил сколько можно. Сейчас мы водой наберем. Все с водой оно просядет. Вода все промочит. А завтра будем дальше. Про это. Про... Закидывать и проливать. И так пару дней. И будет очень-очень хорошо уплотнено. И полностью все мы засыпем. Здесь. Здесь. И там. В тех столбах. Ну, конец рабочего дня. Что мы имеем. Все очень хорошо пролито, залито. Никакого воздуха там нет. Все очень мы классно сделали. И сейчас покажу, как выставили столбы. Сейчас кто там умеет глазом стрелять. Ой, фотоаппарат, наверное, не передаст. Последнего столбика не видно. Вот сейчас свет попробую поймать. Так, чтобы было видно. И вот. В линеечку все. Очень круто выставили. Очень шикарно выставили. Сегодня отстоится ночь. Что, сына? Спокойный. А, ты уже спать? Да. Давайте. Спокойный. Я грязный. Так что вперед. И все четыре столба стоят. Между серединой столба этого и серединой столба этого 6 метров. И обратно от середины до середины 3. И от середины до середины 3. Получается от крайнего серединки до того серединки 12 метров. И может возникнуть такой вопрос. Почему это мы спереди нашего забора сделали? Типа своровали полметра. На самом деле, вот это полностью наша территория. Даже вот здесь наша территория. Потому что по документам от вот этого столбика, то есть идет вот так, а потом идет от этого столбика на излом к соседскому забору. Получается, прежние хозяева сделали специально здесь кармашек. Тут лавочка была. И когда приезжали внуки, они здесь ставили машины, чтобы не на дороге. И не заезжать во двор. Получается, мы сделали все на своей территории. Правда, здесь будет меньше места для машины, для булки. Уже грузовик сюда не станет. Вот. Но мы сделали это на своей территории. Папа, что ты тут делаешь с багажником? Давайте посмотрим. А, он красит? Пап, ты красишь? Ты красишь багажник? Зачем? Давно он уже не красился. Он у нас потрескался. Я его ремонтировал. Распорки поставил. Все зачистил. Теперь покрасим. Потому что последний раз он красился в 16 или в 17 году, как мы сюда переехали. Я его там красил. Когда машину тут готовил на Сочи. И после того времени он поржавел, где-то полопался там ножки. Все. Я его усилил. И вот теперь как бы на этот сезон уже еще вот этот пол будет меняться. Я сюда другое куплю. Но из-за того, что мы завтра едем в город за одной вещью, это в отдельном видео. Нужно, чтобы сегодня он уже высох, поставить на машину. Так что работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА